На Геббельс ТВ любитель черепашек, депутант Госдуры Журавлёв признал, что передача Украине даже единичных образцов современной военной техники создает существенные проблемы для оккупантов. И там меня удивляет, некоторые тут эксперты тоже говорят, ну подумаешь, там им поставят какие-то танки, несколько гаубиц, несколько патриотов. Да нет. Дело в том, что одна гаубица бабахает по Донецку так, что потом разгребаешь и будет тянать. Одна. Поэтому это очень важно. Они же специально это делают. И мы говорим, что вот они и не дают там им дальнобольные какие-то там средства ударов по Российской Федерации американцам, украинцам. Сейчас не дают, а завтра дадут. И мы еще не знаем, дали они ему уже или нет. Мы не знаем. Может, они там уже у них есть. Журавлёв, в отличие от российского пересидента, не уверен, что агрессору удастся все пощелкать. Сейчас говорят, патриотов могут туда поставить. Ну, хорошо, пусть ставят. Значит, мы пощелкиваем и патриоты там. Ну а главный фуфломет Российской Федерации Соловьев окончательно перестал стесняться и отменил границы Украины. Для нас нет никаких границ Украины. Для нас не существует этого государственного образования. Вот. Ну и, соответственно, завершая, да, завершая по поводу все-таки предложения. Нет такой страны. Ну что же. Спасибо. Мы же с вами в очередной раз убедились, что границы России заканчиваются лишь там, где ей смачно дают в морду. И неназванные официальные лица из Пентагона фактически пригрозили нанести по Кремлю обезглавливающий удар. А по сути, речь идет об угрозе физического устранения главы российского государства. Если такие идеи на самом деле кем-то вынашиваются, этот кто-то должен очень хорошо подумать о возможных последствиях подобных планов. В интервью информагентству ТАСС Лавров также заявил, что предложения России по демилитаризации и деноцификации известны. Поэтому Киев и Вашингтон могут в любой момент прекратить, цитата, «бессмысленное сопротивление» и выполнить требования по добру, по здорову. Мы не требуем, чтобы Зеленский сдавался. Мы требуем дать приказ прекратить сопротивление. Иначе, по словам Лаврова, вопрос решит российская армия. Глава МИД допустил также столкновение ядерных держав, если Запад не изменит свой курс. Отношения с Евросоюзом находятся на самом низком историческом уровне, отметил Лавров. Потому что Брюссель якобы объявил России гибридную войну, а диалог со Штатами заморожен по вине Вашингтона. Штаты разжигают ненависть к России. Штаты и страны Западной Европы пытаются представить Россию агрессором, виновником каких-то военных преступлений. По поводу судьбы вот этой территории, которая до сих пор называется Украина. У Вас какие мысли? А с ней что должно быть? У нас президент сказал, что мы должны провести деноцификацию и демилитаризацию Украины. Провели дальше что? Нет, провели дальше что. Мы пока ничего не провели. Для того, чтобы это сделать, для того, чтобы эти две задачи были выполнены, нужно полностью взять под контроль территорию Украины. И градус этой ненависти зашкаливает. Поэтому фактически сегодня идет война не столько с Украиной, сколько с таким коллективным Западом, который стоит сзади украинских солдат. Какова должна быть судьба так называемой Украины, вот в рамках большого русского мира? Ну, я всегда говорил и говорю, что Украина это, в общем-то, часть России, это наша юго-западная часть нашей страны. Вот это и есть деноцификация. Штаты разжигают ненависть к России. Штаты и страны Западной Европы пытаются представить Россию агрессором, виновником каких-то военных преступлений. А что касается целей военной операции, которая проводится сейчас, то я думаю, что цель одна сейчас. Это победа и тут не может быть компромиссов. То есть, походу нельзя остановиться и сказать, что, знаете, мы что-то уже тут подустали, вот это мы выполнили, а это оставим Зеленскому и будем с ним договариваться. Там договариваться не с кем и не о чем сегодня. Штаты разжигают ненависть к России. Мы понимаем, что для русского общества победа в этой специальной военной операции – это ликвидация вот этого гнойника на наших границах. Штаты разжигают ненависть к России. Когда украинская сторона окончательно утеряет контроль над окруженными частями ВСУ и вот этими националистическими добробатами. Это, к сожалению, ситуация для нас не очень хорошая, но то, что они этот контроль потеряют в какой-то момент и уже теряют – это мы видим из того, что происходит на театре военных действий. Штаты разжигают ненависть к России. Для нас нет никаких границ Украины. Для нас не существует этого государственного образования. На Киев надежды никакой нет. Маленькая, компактная спецоперация, в частности в Сирии, можно проводить, действовать успешно, не работает. Это вежливо выражаясь. Все мы люди взрослые, прекрасно понимаем, как ни крути, как ни относись к происходящему. Война истощает. Мы должны выйти на границы физически 89-го года и должны требовать восстановления сферы влияния России на условиях 89-го года. Шире, смотрите, дело в нас с вами. Мы им, как народ, как русские, очень несимпатичны. Вот чего из России не исходит, это все происки Кремля. Ну на себя-то посмотрите. Сила, значит, правда не в силе, а как-то или сила не... да. Попытки Путина лепить новый порядок из подручного материала и палок напоминают гнилой базар, выражаясь на понятном зет-петуху сленге. Все проблемы, и это обращаясь к гражданам, в данном случае европейских стран, да и соединяем что-то, все проблемы, которые в этой связи возникают, не связаны с действиями России. Ну, кажется, это полностью противоречит здравому смыслу и логике. Современная падающая с колен Россия. По всем индикаторам страна средняя. По уровню ВВП на девятом месте и соседствует с Ираном. Ошибочная политика абсолютно. По численности населения она уступает Бангладеш. А вот из-за пока раздутых размеров в индексе плотности населения она на 231 месте. Да, это большая пустошь, которая еще и суицидно сжигает свой скудный демографический ресурс в войне. Групповое самоубийство. Привыкли удовлетворяться тем, что имеем. А Запад, он больше, вот у них комфорт, там, то есть, а мы, главное, с этой обутой одеты мало-мало, а богатством как бы и... Ну, нам, значит, так удобнее. А Европе так удобнее. И у нас, во-первых, на тысячи километров там сколько людей, а у них они друг на друге сидят. Им обидно, что мы так шикарно живем в этой Европе. Они завидуют нам. 23 года КГБшный дед имел для рывка и решения российских проблем, но ничего разрулить не смог. И теперь вдруг резко озаботился, что дальше жить так нельзя. Это все Запад, почитай, четверть века грабил Россию, а не путинские олигархи. Россия в эти вопросы не вмешивается. Хроническое лицемерие и безграничная ложь диктатора, апологеты террора и экспорта насилия, путинское валдайское кряканье окрестили духом нового Чегевары. Однако кубинский бунтарь не справлял нужду в чемодан, а бросался в пучину боев со своими солдатами. Тогда как трясущийся от страха бункерный Путин опасается кончить, как террорист Косем Сулеймани. Взяли Сулеймани, убили иранского генерала. Можно как угодно относиться было к Сулеймани. Ну как угодно. Но это официальное лицо другого государства. Убили на территории третьей страны. И сказали, да, мы убили. Что это такое вообще? Мы где живем? Что же пытаются скормить глубинному народу Путин и его спичрайтера? Ненависть к Западу – это смысловой фундамент существования кремлевского существа. В борьбе с врагом правил не существует. А договоренности ничего не стоят. Действует лишь закон джунглей. Задача Москвы – глобализировать максимум кризисов. Утопить в них весь мир. Все потому, что Путин не хочет говорить на равных. Он хочет диктовать условия. Выходя из безграничной свободы, я заключаю безграничным деспотизмом. Всем сидеть на попе ровными. И не крякать. Будет так, как мы скажем. Посеявший ветер, как говорится, пожнет бурю. Вот на этом бы и хотел закончить. Можно лишь застрелиться. Мы не можем на это пойти. Не можем, потому что было бессмысленно тогда начало спецоперации. И мы таким образом предаем и себя, и свою страну. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин